Спектакли по последнему слову техники. К первым постановкам готовится театр на Подоле. Его, напомню, открыли накануне. Но главная гордость, это даже не суперсовременная сцена, не имеющая аналогов в Украине. Главная гордость, это оборудование для зрителей с особыми потребностями. Когда премьера, давайте узнаем. Театр на Подоле. Это первый театр, который открылся в стране за все годы независимости. Раньше на этом месте более 20 лет стоял заброшенный разваливающийся недострой. Но теперь двери для посетителей открыло уже новое суперсовременное здание. Деньги на реконструкцию выделила корпорация Рошен. Это первый благотворительный проект на средства частного бизнеса. Хочу передать громаде города Киева, это символичный ключ. Передаю его представнику громады, меру города Киева, Кличку Виталию. Я хочу поблагодарить меценату за то, что они вклали сюда действительно величезные деньги. Я хочу сказать, что все, что вы сегодня говорите, обязывает нас. Я уже даже выставы боюсь тут ставить. Это должны быть перлины только. Половина бюджета пошла на технические оснащения. Здесь шутят. Театр на Подоле начинается не с вешалки, а с лифта для людей с особыми потребностями. А в зале первые два ряда кресел демонтируются в считанные секунды, освобождая место для колясок. Благодаря современной начинке здесь есть возможность ставить не только театральные спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий из любой точки мира. Спонсоры говорят, даже в такие непростые для страны времена необходимо заботиться о развитии культуры. А такой театр откроет двери для трупов мирового уровня. На этот проект вытрачено 174 миллиона гривен. Вартость всего проекта с проектными работами, с исследовательскими работами, с реализацией в строительство, в технологии, в обладнание. Вы же видели, что реализованы такие возможности, как живый снег, живый дождь, очень шикарная акустическая система, световое решение, светловое решение. То есть, что касается технологии сценичной, то оно на высочайшем уровне сделано. Сцена оборудована накладным поворотным кругом и может подниматься под любым градусом. Здесь также есть подъемные сейфы для декораций, что помогает быстро поменять реквизиты во время спектакля. Теперь, говорят гости театра, все зависит только от актеров. Это технично очень интересный. У нас такой площадки нет в Украине. Это единственная площадка. А теперь эта площадка станет первой крапочкой, от которой теперь будут другие. Теперь все слово за тем, кто будет жить постоянно в этом театре, кто будет давать товар. У друг Виталий Малахов рассказывает, ждали своего места более 20 лет. Все это время театр вел кочевный образ жизни, постоянно переезжая в разные помещения. А сейчас, наконец-то, они вернулись домой. И в жизни коллектива начнется новая страница. Знаете, вот я не хочу говорить, что это моя мечта. Моя мечта значительно дальше. Это сегодня какой-то определенный этап, который сейчас, напевно, сменит и мою долю, и долю актеров. Ну, это, в общем, новый этап. Это как подружиться. Подружиться. Первая постановка в новом здании состоится приблизительно через месяц. Кроме того, здесь планируется проводить различные лекции и другие мероприятия, используя фойе в качестве публичного пространства. А цены на билеты, обещают в театре, будет радовать гостей. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok